В Омске начали закрывать школы на карантин. В одной уроке отменили на неделю, еще в трех нет занятий в нескольких классах. По данным Роспотребнадзора, в 10 районах области уже превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Если ситуация не изменится, карантин ведут на всей территории региона. Как отличить обычную простуду от опасного вирусного заболевания? Готовы ли аптеки к повышенному спросу на лекарства и почему омичи не хотят брать больничный, расскажет Светлана Еловнарова. Этим утром двери школы номер 95 из учащихся так никто и не открыл. А в классах не прозвучал звонок на урок. Среднее общеобразовательное учреждение закрыто на карантин. Болеют с первого по девятый классы. Группа риска с 7 до 14 лет. Администрации учебных заведений борются с вирусом как могут. Отменяют массовые мероприятия, отправляют учащихся на медосмотры. Высокая заболеваемость и среди взрослых. Елена Вадимовна, работник госаптеки, жалуется в 6-7 часов вечера продавцам не присесть. В магазине выстраивается очередь, раскупают маски и противовирусные препараты. Посетители жалуются на озноб, чихают. Если будет карантин объявлен, то мы защищены масочный режим. Через каждый час мы меняем масочку для профилактики. И также мы ежегодно ставим привычку к гриппу. Но ее сделали далеко не все омичи. Поэтому вирусы распространяются. Виноваты прежде всего те, кто не хочет брать больничный. Портал HeadHunter провел опрос среди 3000 работников компании. Выяснилось, что половина опрошенных ходит на работу даже в случае серьезного недомогания. И лишь 9% ответили, что открывают больничный. Если температуры нет, то ходим. А если температура, то конечно мы больничный. Я еще ни разу на больничном не был. Чуть-чуть более я хожу. Денег надо много зарабатывать. Поэтому и не иду на больничный, никто его не оплатит. Если в вашем коллективе есть заболевшие, врачи советуют как можно чаще мыть руки. Вирус можно занести в организм, просто коснувшись лица пальцами. Возможно, за минуту до этого вы здоровались за руку с больным. Необходимо проветривать помещение несколько раз в день. Не то, что там открыл-закрыл окно. Ну, чтобы выйти, постараться выйти на это время. Ну, минут 20-30, пожалуйста, пусть проветривается. И как можно чаще. Это влажные уборки, очень важные. И когда идет эпидемия, конечно, лучше с какими-то десредствами. Питание. Что значит? Больше витамина С. Это не то, что в таблетках. Ягоды любые, да, та же клюква, лимон. А также обратить внимание на симптомы заболевания. При гриппе самочувствие ухудшается внезапно. Температура поднимается резко и держится несколько дней. Лишь на вторые сутки появляется насморк. При легкой простуде он начинается практически сразу. А самочувствие ухудшается постепенно. Прививки от гриппа смогут облегчить течение болезни. Или вовсе оградить от нее. Тогда не придется брать больничный и стоять в очереди в аптеку. Светлана Еловнарова, Дмитрий Куканас, Евгений Русенко и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.